Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «7 минут» телекомпании «Город». И сегодня у нас в студии директор Рязанской комсомолки Николай Мальцев. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, Елена! Николай, у меня к вам первый вопрос. Вот сейчас идет такое своеобразное противостояние интернет и, так скажем, традиционные средства массовой информации. Вот вы как с этим справляетесь, ваше издание? Комсомольская правда, издательский дом, очень давно, еще лет 10 назад, понял, как будет развиваться рынок СМИ в нашей стране. Наверное, на основе международных тенденций. И тогда издательский дом «Комсомольская правда» очень позаботился о создании сайта КПРУ, который сегодня входит в семерку крупнейших информационных порталов Европы. Вот, и является одним из лидеров вместе с РБК российского рынка новостей. Это все было сделано заблаговременно, чтобы в новом веке, в 21-м, с печатных СМИ у людей, которые уже новые формации, у них была возможность перейти на более удобный для них интернет-носитель. Притом, сохранив какие-то черты и принципы «Комсомольской правды», которые были очень тщательно перенесены в интернет. В частности, КПРУ не является информационным агентством. Цель КПРУ — не публиковать как можно больше пресс-релизов. Цель КПРУ — это живой литературный язык, который приходит из газеты уже к интернет-читателям, чтобы там были новости, события и темы по существу для простого рядового читателя. А не для журналистов, не для специалистов по связи с общественностью, не для других профессиональных деятелей. Вот это поддерживается сейчас в сайте, и я очень надеюсь, что КПРУ шагнет не только в интернет-пространстве, завоевает себе аудиторию, что уже произошло, а что он шагнет дальше. И в будущем, когда телевидение объединится с интернетом, а мне кажется, это совсем скоро. Недалекое будущее. Да, недалекое будущее. И вот там КПРУ и КПТВ уже смогут представлять медийный продукт для тех людей, которые не только хотят получить информацию, ну и, к примеру, хотели бы получить какой-то более развлекательный контент. Вот если я не ошибаюсь, вы единственное ежедневное издание в нашем регионе. Да, есть еще государственные рязанские ведомости, но среди частных, да, только мы. При том, что газету мы выпускаем, я не скажу, что она как бы приносит какую-то огромную прибыль. Высокий тираж удается поддержать? Нет, тираж у нее всего 3000 экземпляров. Но я скажу такую вещь. У этого тиража есть одна особенность. Этот тираж не снижается уже на протяжении многих лет. Он держится в одной и той же постасе. Эти люди, которые покупают ежедневку, они очень преданы ей. И на протяжении вот скольких уже лет постоянно покупают, не предают эту газету. Я скажу такую вещь, что на Западе, например, ежедневная пресса – это норма. Это абсолютная норма. Даже в тех странах, где интернет развит. Каждый парижанин, каждый парижанин вечером всегда читает ежедневную прессу. Вопрос только, какую прессу он читает, какой направленности политической. Вот и все. В общем-то, все они пишут об одном, только разными словами. Здесь в России была такая традиция, в советской России. Сейчас она абсолютно утеряна. И плюс к тому еще интернет. В России очень важен фактор цены. Цены. Люди любят покупать дешевые товары. Люди любят поменьше платить, соответственно, за источники новостей. А интернет в этом плане оказывается дешевле, чем газета. В чем вы намерены завоевывать своего читателя, заставлять, скажем так, в хорошем смысле покупать вашу газету? Сейчас в газете я понимаю, во-первых, что у людей есть специфические интересы. Мы не можем эти интересы изменить. Людям нравятся материалы про звезды, звезды эстрады. Вот какие-то даже слухи не очень хорошие. Думать о том, что это газета вот такая, которая пишет типа как желтая пресса. Нет, это не совсем так. Все газеты, которые есть, они ориентируются на потребность людей. К сожалению, это интересно людям. И здесь можно не лукавить. Потому что сайт, в данном случае, там можно фиксировать количество заходов на каждую новость. И мы это знаем прекрасно. Это уже ни для кого не секрет. Это действительно очень нравится людям. Мы проводим маркетинговые исследования. Здесь, в городе Рязани. Мы делаем эти исследования и для наших друзей, партнеров на заказ. И, конечно же, не обделяем себя этим. И мы очень хорошо знаем, какие именно, какое наполнение в газете наиболее интересны людям и за какое они готовы платить. К сожалению, это все больше информация такого потребительского толка. То, что нужно лично мне. То, от чего зависит мое благополучие, мой кошелек, моя жизнь. Вот это все мы стараемся туда включать. ЖКХ, безусловно. Все новые тарифы и все изменения в тарифах обязательно. Что-то для садоводов-хоородников, конечно. Конечно, расписание движения. Да, нужно. Я скажу, например, что у нас до сих пор, до сих пор, вот, например, последний номер газеты, последний номер месяца, каждого месяца, в нем размещается астрологический прогноз на следующий месяц. Так вот, этот тираж, он как бы издается несколько большим тиражом, чем остальные номера. И, тем не менее, мы стараемся донести до людей еще и общекультурные ценности. Да, ты читаешь про звезды, ты читаешь про огород, это все хорошо, там, про лекарства и прочее. Но еще и для души должна быть информация. И в данном случае Песков пишет про природу на уровне нашей страны. А здесь мы уже с помощью Владвики тем про неизвестную войну. Наши краеведы работают, рассказывают про город нашим читателям, чтобы это все-таки тоже было в душе. Николай, и все же многие называют вашу газету, ваше издание желтой прессой. Что можете сказать в защиту? Я уточню только одно, что еженедельник. Потому что ежедневную газету никто, конечно, желтой не назовет. И среди ежедневных газет огромное количество читателей мужчины. Там предпочитает обложка вся целиком и содержание новостное. Я скажу такую вещь, что так же, как и телевидение, газета – это отражение общества. Это зеркало. Зеркало не может быть плохим. Если оно кривое, да, оно может быть кривым. Но оно не может отражать что-то несуществующее. Если на обложке есть Пугачева, если на обложке есть Волочкова, если на обложке это значит многим людям это действительно нужно. Но сознаваться в этом, конечно, никто не хочет. Я считаю, что газета без этих материалов прожить там просто не может. Убери отсюда Волочкову, убери отсюда Пугачеву, все еще. А газета потеряет аудиторию, значительную часть аудитории. Я считаю, что газета – это единственное, что должно быть. Не должна целиком отдавать все свои площади под такое наполнение. Должно быть культурное, должно быть для души людям, чтобы люди совершенствовались, а не росли. Вот тогда это будет оптимальный вариант на сегодня. А уже потом, когда мы с вами достигнем более развитого общества, общества более высокого, которое живет другими категориями, а не доходами артистов, и не телепрограммой, и оно даже живет, вот тогда мы сможем делать газеты как литературные. Вот действительно только для души людей. Сейчас таких людей в городе слишком мало. Они не смогут оплачивать тираж газеты. «Комсомольская правда» – это издание, которое работает от Москвы. Вот московские акционеры как-то смотрят в будущее, они думают изменить каким-то образом облик газеты? Я слышал от них, что «Толстушка» – это еженедельник «Комсомольская правда», который выходит в четверг, будет все-таки со временем становиться более серьезным. Все-таки ситуация в нашей стране, она сейчас непростая. Ожидания грядущих кризисов будут они, не будут. И как-то люди стали посерьезнее к жизни относиться. И газета, соответственно, тоже старается за этими веяниями следовать. Серьезнее люди, серьезнее должно быть и наполнение. Не случайно тираж ежедневки остается стабильным. Как, по вашему мнению, будет в дальнейшем развиваться рязанская пресса и в том числе ваше издание? Вы знаете, я думаю, что все-таки количество газет в городе Рязани, оно значительно сократится. Каждая газета оставит за собой какую-то определенную нишу. Я не думаю, что в каком-то там будущем в нашем городе будет несколько еженедельников, как это все еще и сейчас. Нет, я думаю, что двумя, в общем-то, оно ограничится. Плюс там еще будут телегиды. Там тоже два телегида и два еженедельных, которые, собственно, всю потребность, в основном, людей более солидных, там за 40 и старше, я думаю, что это полностью удовлетворит. Остальные так или иначе перейдут на интернет пространство. Я надеюсь, на сайт КП, РУ. И они воспримут его как продолжение этой газеты, но уже в новой эре, в новом веке. Спасибо вам большое за интересную беседу. Приходите к нам еще. Желаю вам творческих успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо огромное. Это были «Семь минут». Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!